хау хау всем привет короче а по поводу магии все классно все зашибись я между про фары но единственное если вскрываем фару и делаем тупо ну вымываем или тупо делом напыления это все дерьмо потому что я это прошел на себе в предыдущем ролике был mercedes там я как раз то же самое произошел такой же конфуз вот покажи сейчас на моей машине вот то бишь в трещины уже с ними видно вот это трещины стороны до этого внутренняя страна это скорее я склоняюсь к тому то что пластик у него есть эти трещины ну не тоже изначально а впоследствии эксплуатации прошло меня только на этой фаре пошла такая фигня вот то бишь ее надо изнутри чтобы делать напыление вот это же как и по наружке чтобы вообще идеальная фара как новое то надо это зашлифовать вот что мы сейчас и будем делать мы сейчас будем скидывать обе фары потому что чуть-чуть надо переделать фару здесь потому что у меня стоит дыхало надо вытащить проводку чтобы было удобно и не закидывала грязь потому что сейчас данной ситуации грязь попадает через дыхало пылинки уже присутствуют делаем сейчас и плюс мы еще сейчас проведем эксперимент будем распаивать фару ничего не феном в коробке а горелкой попробую про эксперимент просто поставим эксперимент получится не получится газ есть горелка есть если не получится знаешь эксперимент у нас но если получится значит в любых условиях можно спокойно распаять фару так что снимаем фары но эксперимент будем проводить есть у нас подопытные образцы которые не жалко сгорят и хер бы с ним но прежде чем такие эксперименты проводить запаситесь водой огнетушителями потому что это еще страшнее чем феном снимаем фары короче здесь данной ситуации нужно открутить два болта на той на этой все дальше отсоединить проводку этот корректор и основная проводка все и дальше открутить два болта так все открутили два болта здесь отсоединили все берем с этой стороны вот так вот раз я у нас выскакивает здесь у меня дыха ложка подключена соответственно и отключаем вот дыха ложечку я буду переделать потому что видите у меня провода здесь вот так вот все некрасиво из-за этого попадает туда пыль не герметично получается то бишь в данной ситуации вот где-то здесь в каких-то местах когда распаяю я просверлю две дырки и проводку фары вытащу сюда и и посажу на герметик чтобы было доха ложечка подключала здесь красивенько у нас и чтоб я ее в любой момент мог спокойно поменять и не нарушая герметичность чтобы у меня была герметичной потому что в данной ситуации у меня ее тупо нету грязь туда попадает все равно все остальное у меня огонь герметично вот потому что вот здесь вот как раз в прошлый раз делал все держится ничего больше не западает все также снимаем вторую фару соответственно вот это дерьмо это все удаляем лампочки также все удаляем лампочки и все а и здесь главное не забыть вот этот саморезок открутить чтобы ее можно было раскрыть расклеить все смотрим кайфуем наслаждаемся наша любимая коробка для распайки фар вот горелка труба вот сейчас вот такой вот чтобы она вот видно или подсветку включи чтобы было видно вот так вот она вот это у нас подопытный со скотчем предоставил саньку привет спасибо тебе за этот подопытный мы ее положим она у нас будет как тест-вариант оплавится не оплавится чтоб мы не спалили пару у нас принципе если баллон есть если эксперимент удастся будет охерительно сначала вода у нас есть чтобы потушить если что вот сначала сейчас зажигаем пробуем так на открытую коробку потом будем закрывать потому что можно поймать температуру бьет но слабо вот такая вот конструкция получая засекли 10 минут 10 минут какой-то под фен строительный сейчас посмотрим какую температуру нагнетет баллона хватит у нас с запасом сейчас вот накрыли как можно и что у нас дырка здесь большая у нас уже горячая сейчас посмотрим либо костер будет либо у нас все получится сейчас попробуем на это потом если все удачно зарядим уже мою фару короче все это говно сейчас подключаем фен объясню почему вот работает нагрев во первых я сейчас лазил слабенький это раз во вторых глушим это все дерьмо открываем иди сюда быстрее готов вот смотри что у нас получается с фары она потеет она покрывается сыростью вот это недопустимо она вовсе а вот сред то бишь все кто бишь если даже распаивать или запаивать это все говно короче пиздец хуя куку все ставим фен и нормально распаиваем короче на 10 минут ставим сейчас две фарки сразу распаяем расклейку увидите будет классно да погнали как из печи отходим 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 встреча голиафа и льва павыренькому болен в очередной раз главное не бояться голиаф вот она через дополнительные пять минут это что за треск был винтик выкрутил так все ребята как по мерседесу когда я делал то же самое сейчас чуть-чуть подсохнет вот видите герметик этот герметик сразу напиховываем сюда потому что ему надо подостыть чтобы было более комфортно его делать а то иначе как сопли будет вот и соответственно все напиховываем сюда где не будет хватать мы соответственно специальный герметик у нас есть ой мама родная извиняюсь вот и снимаешь да вот эти провода соответственно я пометил плюс-минус я буду просверлить получается у нас получается здесь прикручены они что они это это прикручена накладка соответственно где-то вот здесь вот я сейчас сквозные дырочки две сделаю вот здесь он не будет выходить эти провода скорее все я даже не наращивать не буду смысла нету вот они на меня да даже тогда сделал здесь лучше внутри ближе это чтобы они еще длиннее вышли и по посажу дырки заделаю герметиком черным или красным голубым чтобы было всем ясно о чем идет речь все паузу короче разбираем вторую фару точно так же и потом слепляем герметик и разбираем здесь и начинаем классную вещь будем шлифовать покажу свой теперь новый точнее ну не новый а охеренный инструмент которым очень это все теперь удобно и можно переходник только единственно осталось купить чтоб у меня была болгарка из него можно сделать из его можно дрель использовать можно крутить им и можно шлифовать им это сейчас увидите что это такое так все это разобрали это это так здесь мы потом выпрямиться сейчас вот проводку вот так вот сделаю вот так вот вывел сейчас загерметизирует эти два отверстия и все что подключение под дыха уху было удобно чтобы не заморачиваться никуда не делайся так давай снаружи все все это нам теперь все подожди так вот изготовил вот такую вот фигню соответственно нарезали круги маленькие специально надели берем на нашу полировку вот сейчас подключена она как в 220 вольт вот переходник у меня на 12 вольт правда то бишь выдает но слабовато вот она сейчас поставим то бишь если подключить сразу на аккумулятор на заведенную машину то она будет заводиться и все вот у нас шлифовка готова не хочешь смочить сейчас смочим смачиваем элементарно берем вот так вот и вот так вот я вышлифовываем оператор мне нужно чтобы подержать и и так вот короче он решил да это 240 вот здесь у нас получается вот этот угол мы будем вручную делать выводить нам как говорится мы не заебались и проще быстрее вот так вот и все вот эта шкурка вот так шлифовать главное чтоб было вот чуть-чуть водится чтоб смачивать ее и все и вот смотрим нам ее надо сейчас вот эти вот эти вот вот эти вот вот Потом мы все единое, вот это дерьмо, делаем в двухтысячный. И все, и у нас внутрянка будет готова. Также процедуру повторяем с другой, с другим стеклом. И все, потом это все вымываем, собираем. Либо, ну, в данной ситуации проще установить ее, но прежде чем устанавливать, мы наружку замотуем. Пройдемся еще разочек, потому что мы туда-сюда, и там все равно царапинки поставили, чтобы у нас было красиво. И уже поставленные будем делать, или можно наснятые сделать. Все, как говорится, как пойдет. Классно, хуярим. Да, бля! Подожди. Короче, вот эта херня, это из-за того, что у меня блок на 12 вольт, а он идет 14,4 вольта. Если напрямую на аккумулятор кидать, он вообще охеренно крутит, вертит. Но в данной ситуации у нас аккумулятор далеко стоит. И надо машину заводить, потому что бы выдавало хорошее напряжение. Все, короче, давайте работаем. Все, теперь берем вручную, выводим углы, где вот у нас не доедено вот это все сейчас. вручную, это 320-я. Проходим. И проходим сразу опять эту вручную. Все вот так раз. Матуем, потом идет 500-ка, потом 1000-я. Потом все вытираем. И пройдемся. Это есть не шкурка, а этот круг. Это как-то губка. Да, губка там 2000-й. Пройдемся им. Главное здесь вот, чтобы была вода уже. Здесь вот сводилась. Так вот, поставили такой круг 2000-й. В виде губочки он идет. Точно той стороны поставил. Да, да, потому что вот она липкая сторона-то. Все, сейчас попробуем не вручную, чтобы этот 2000-я кисть, а попробуем вот этим кругом. Надо посмотреть, классно или не классно. Будет уголки втягивать или не будет. Ну, да. Смотри, нормально. Вон, идет. Вон, мапирует. Скорости самопальному не хватает, да? Все, не хватает? Скорости. Второй включи. Так, протираем обеззиркой. Находимся. Повтори еще раз. Что повторить? Я думаю, сейчас будет все заебись, наверное. Сейчас попробуем, блядь, если что-то переделаем, блядь. Хули, блядь. Первый блин комом, а дальше все лучше, лучше и лучше. Так, все. Теперь наше это... Сейчас подсохнет. Обеззирка наша выветрилась, сейчас хорошенечко. И будем магию применять. Давай, 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 покажи нам еще раз дрифт. Открывай. Нет. Пятайся. Открывай. Нет. Открывай. Нет. Ой, яйца болят. Ты что снимаешь? Надо закрывать. Надручку. Типа того, повыше. Так? Вот так, чтобы красиво было, чтобы на нее дергали. Крутили ее. И ручку надо будет. Знаешь, что надо будет? Просто когда заварим, мы эту ручку снимем. Она все равно будет как будто калитка. Да. А эта будет приклеена, и пускай как будто ее... О, знаюю же, сколько металла везут. О! Эээээээ! Уже вторая партия, смотри. Вот компьютер поехал, кстати. Две партии, знаешь сколько это железо уже? Первый они отвезли, сейчас тебе скажу, 1000 на 15. Вот это тоже 1000 на 15 паетера уже. Вот, вот тебе, пожалуйста. У нас нет этого волона столько. Надо будет только вот эти уголки срезать. Сыно, тут в болоте. Ты что снимаешь? Печатки дай. Ну что, пошел магия? Ага. Твои личные будут. Одевай. На вырост. Ну да, ничего, так получается-то. Ну и только внутрянка, наружка она тоже будет. Ну я понял, сейчас еще раз больше наружку проходить. Конечно, после сборки. Потому что, пока ее чистили, видны вот эти потертости, шаршести. Да и так, вон видно. Ну да. Ну а так, ну, блядь, получается заебись. Мне бы и того хватило, блядь, что заебись. Нам тебе забыл подобрать. Кой забор, который ты откопал. Зашибись. Ты видел, что ты делал? Да, все. Осталось. Вот давай так, теперь ты опугнул. Может это будущее наше. Ужин или обед, блядь. Да, готово. А вдруг ты закончишь? Хоп-хоп. Сейчас приступим ко второй, к нашей проблемной. Которая самая проблемная у нас. Как на кого? Сейчас вон банку поставим, у деда рудье есть. Ну да, там не надо. Ну да. Ну сейчас помогу тебе. Ну вроде бы то, что смогли вышлифовать. Не, вон уходит, да. Да. Пропиталась нормально. Да. Давай, поехали. Иди сюда, хер ли ты там встал-то. Тебе, блядь, надо показывать, а не это там стоять, дрочить. Да. Вот. Все, внутрянышку прошлись. Все. Все. Сейчас чуть-чуть полежит. Александр, ну хорошо, что пилить-то. Короче, сейчас полежит. Сейчас сделаем эту, ставим этот пластик, который вот здесь должен стоять, прикручиваем его. Сейчас продуваем фары, вмоем их и будем запаивать их. А потом, после всего спайки, как раз это, пройдемся вот этой вот херней. Потому что они уже деланные, их шкулить особо не надо. Вот этим кругом пройдемся ее, замотаем и напылим еще новее будут. Хорошо, будет зашибись. Не забываем продувать. Потом вот так вот вытираем. Удаляем всякую херень, которая могла еще остаться. Как я понимаю, это с обезжиркой, да? Нет, это без обезжирки уже все. Ну тут же налета-то нету сейчас. Мы же только недавно делали их. Налета нету. Здесь просто нужно вот ее протереть, чтобы вот эти вот пылинки, вот например, вот здесь вот видно вот этот маленький налет, слабенький-слабенький такой. вон он вверху. И все. Сейчас это протереть и наливаем герметик специальный. Специальный. Погнали. Заливаем герметик. Ну не заливаем, а добавляем. на упаковке было написано то, что втекаемый. Ну да, он вон растекается. Вот так вот по периметру и одной, и второй фары. Теперь соединяем. Ну так ее прессовать сейчас руками. Разогревать будем, чтобы она у нас села плотничком. Вот она плотно не садится. Все. Для этого нам надо ее будет разогреть. Ну сейчас сразу будем. Это тогда в сторону убирай. Сейчас я эту протру. То бишь герметик мы уже вон нанесли у нас. Герметик все классно. Все. Сейчас так делаем. И сразу две подряд, ну одну, пока я вытащу, раз 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 она пока будет остывать, будет вторая греться. Ниту. Чего? Да. Вот видишь? Вот и все. Ну в принципе, накрыть стоит. вот здесь вот подгорает. Вот. Ну от этого, блядь. Самопальная подставка, блядь. Все, погнали. Время. Готов? Сейчас, секунду. Думаю. О, 17.05. 6 утра 40 минут. А, надо будет. Ну что, запускаешь? Дай, дай, дай. Паузу поставь, дай. 17.05. Ну вот, блядь. Вот так, блядь. Екатерина. Я, блядь. Так. Подожди. Блядь. Эй блядь. Вот так, блядь. О, кожа. Блядь. И этот, блядь, поди мимо. Раз, и все. И погнали. Причастлив, блядь. все сейчас эта фара она остыла все пакетики мы туда накидали которые влагу будут собирать ставим лампочки и запечатываем ее и все и она готова к установке потом поставим когда все обе фары и наружку пройдемся как раз это тысячный и двухтысячный ну да 2000 и 1000 а то мы пока это это все покоцали все собираем так фарки поставили все поставили вот сейчас напрямую поднимем сразу все работает все сейчас двухтысячный просто царапинки нашу дру который мы наделали тогда и закончили вот у нас получается после обработки обезжирьки и высыхания вот такой вот шикарный матч цвет теперь ждем пока разогреется как они называют магия магия у вани огонь душа свободно не может отступить ну потому что на ошибках учимся надо было сразу внутрянку так делать все часто получается все как и должно было быть я честно вполне если бы нет вот этих вот паутинок не фиксирует чувствовать нет если она мутная внутри ты вовремя намерение это делал же потому что току я мог практически живила она внутри муты внутри хорошо лучше и вскрывать один раз и все ну короче надо вот эти пакетики пихать туда из-под обуви чтоб не было влаги после этого всего процедуры и тогда будет все зашибись короче внутрянку чтобы сделать вот такое напыление классное нужно тоже шлифовать и тогда все будет они так просто напылять ее как мы в прошлый раз напылили он даже вот можно посмотреть вон у меня пакетик валяется теперь я спокоен теперь мы сможем приезжать сюда отдыхать нет у нас еще впереди много чего интересного классного говорится подписывайтесь ставьте лайки или там палец вверх ставьте пишите комментарии хотите ставьте дизлайки что хотите делайте только подписывайтесь да подпишитесь ну не просто подписаться надо еще смотреть чтобы были просмотры будем стараться ну как говорится можете тоже какие-то предложения вносите может какой-нибудь эксперимент поставим так что вот теперь вот получается классненько короче все я доволен все ставьте лайки подписывайтесь впереди много всего интересно будет все всем пока на пасарам